День студента Мы будем рассказывать вам о жизни студентов, о жизни училища, рассказывать о конкурсах, о фестивалях, которые будут проходить у нас в училище. А сейчас для вас выступит ансамбль 4-го курса отделения сольного хорового народного пения, руководитель Солюков Григорий Валерьевич. Они исполнят гостевую чувашей Башкортостана «Лажи пулзан, лайах пулдар». «Лажи пулзан, лайах пулдар». «Лажи пулзан, лайах пулдар». «Лови пулзан, лайах пулзан, лайах пулдар». «Ай, ай, 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 ай. ай, 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 ай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил мне Добавил мне Нужно и все Не то чтобы доверил Просто приказал Скажем так На полгода Пожалуйста Людочка согласись И вот Перетекло куда Уже 20 лет Скоро будет Да Скоро юбилей уже Да Да Давайте вот сейчас коснемся вопросов абитуриентов. В наше время молодежь не знает или забывает культуру, традиции, обычаи, песни. А вот как вам удается привлечь абитуриентов не только из нашей республики, но и далеко за ее пределами? Действительно, мы сейчас переживаем такая пора, что молодежь к себе приманить очень сложно. Но, понимаете, я вот чем дальше работаю, прихожу к такой мысли, что если народная музыка, она как-то, видимо, на генетическом уровне лежит глубоко. Мы, выезжая на концерты, у нас бывает разная аудитория, где чисто солдаты, военные люди, студенты, строительный техникум. Совершенно другие направления. Понятно, что мы музыканты поймем друг друга, потому что общие, скажем так, нам легче понять друг друга и воспринимать музыку любого направления. А вот, будучи на таких концертах, первые, когда мы выходим в традиционных костюмах, если даже мы... у нас концертные есть костюмы, которые яркие, они как-то еще их воспринимают. А когда мы выходим в домотканных одеждах, то первые минуты, ну, у них вызывает какую-то ухмылку, усмешку даже, да. А когда мы запели... Тогда уже понимают, что... Тогда уже, вот, один номер прослушали, второй, и любой зритель превращается в наш зритель. Вот. Да, действительно, к нам поступают с разных регионов. Первые годы такого не было. Видимо, пропаганда идет. И сейчас на телевидении, по радио. Часто выезжаем с концерта. У нас есть концертный ансамбль, который часто концертирует. Люди слышат, видят. И у нас с набором проблем нет на наше отделение. У нас интернациональное отделение. У нас обучаются сейчас... Сегодня обучаются у нас четверо чистокровных русских. Поступают к нам с соседних регионов. Это Татарстан. Вот Инна у нас хлыбала из Татарстана. Да, с Пуинского района. С Пуинского. Да. У нас Мордовка закончила. Первая ласточка отделения сольного, народного пения Татьяна Сидоркина. А вот Мордовка из Башкирии закончила Татьяна Данилова. Она успешно работает у себя на родине по своей специальности. География действительно очень большая. Да, да, да. Ну давай, Никит, давай. У меня такой вопрос возник. А где продолжают дальнейшую учебу студенты? Да, в основном продолжают в наших вузах республики. Это Чувашский государственный университет, Педуниверситет, Институт культуры. Также у нас наше излюбленное место. Это Саратовская консерватория. Я сама выпускница этой консерватории. Казанская консерватория. Казанская консерватория, Самарская академия, Институт культуры. В Москве обучается у нас и сейчас. Там есть студент, наши выпускники, Сергеев Алексей. Там продолжает. В Перми и так далее. Саранск. Да. Вот наши, еще надо сказать, что наши выпускники, у нас специальность такая, что она комплексная, то есть она многогранная. Мы готовим и солистов, артистов, вокалистов, и руководителей, и методистов по фолликлории. То есть по окончании музыкального училища выпускник имеет право преподавать и в детской музыкальной школе, или в школе искусств. Работать руководителем с разными возрастными категориями, начиная с детей, кончая со взрослыми, в любых дворцах культуры, в школе, в средней общеврозательной школе, музыкальной школе. А как методистам также вообще во всех учебных заведениях и при домах культуры методистам. То есть также у нас работают наши специалисты, причем успешно на нашей эстраде. Это знаменитые группы «Дуняша Стайл» наши выпускники, «Хавас» группа, «Щавал». Они работают в филармонии многие, в ансамбе песни и танцев и так далее. Да. Вот вы сказали о фольклорном ансамбле как раз-таки. Я хотела бы спросить о Янтал. И откуда он возник? Как так получилось, что Янтал прогремел на всю Чувашию, можно сказать? Вы знаете, я думаю, что лучшее, быстрое достижение цели и хорошей практики, как для будущего руководителя, это концертная деятельность. У нас очень насыщенная концертная деятельность. Только в мобильном коллективе, в концертном коллективе студент может добиться хороших результатов. И поэтому я сама поступила в консерваторию. И первый же год попала в такой ансамбль «ЛАД». Возглавляла Нина Васильевна Богданова. Сильный коллектив. Там были четвертые, в основном старшие курсы. И я попала в этот коллектив. Я сразу поняла, что все-таки нужно больше работать, больше петь, больше выступать на разных площадках. Это опыт, да? Да, 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 для опыта. Руководитель должен все уметь. Если сам ты не умеешь, ничего не научишь. И поэтому в 2000 году я организовала этот коллектив. Первоначально туда ходили только класс, мой только класс, кто у меня занимался в моем классе. Позже уже старшие курсы. Сейчас у нас в этом ансамбле третий-четвертый курс занимается. А давайте, пожалуйста, посмотрим уличное выступление фольклорного ансамбля «Янтал» под руководством Людмилы Петуховой. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 И вновь с вами музыкальное училище имени Федора Павлова И во время рекламы к нам присоединились два гостя нашего отделения Это Оля и Лёша Ребят, привет! Как у вас дела? Привет! Как здоровье? Прекрасно! Спасибо! А вот когда мы беседовали с Людмилой Валерьевной, она начала рассказывать про эту книгу, про сборник. Расскажи нам, пожалуйста, продолжи. Ты же вроде как бы участвовал в создании его. Можно я скажу по-чувашски? Конечно, можно. Как тебе удобнее? Сырхури, Киргурри ятла по-ганде вал, каламажук, ханне еверле, эште загаламала, а мы же не за секунда. Людмила Валерьевна Калардыранде, каламажук, ну, майюрагане. Сейчас уже утра халичень, пир импурно, шрантух, саю княземде. Питя Козакла Бульча, вы знаете, не будь старшим, джухнинди, вертель, дипломатичь, не бахна, кашни, текст, не тигисли медиелек, рэм, ажэлл, бульнинди, берёхэшпур студентцем, шавдеряванах, пальмящеву малачь ваш, шерулы хниде. Он дохурбер студентцем, студентцем, ганамарэндуана, кашни. Сейчас, сейчас. Вот еще мы подаем юноша, земтя на мальчевы, бахса, тухрамартики, с лэра мармэла, штарда мартаж, михи дрэб, мяканя, княки, фурсанах, кельежен, да. Кашни, этнографиушка, не, кашни, чаваши, спубликинчей, кашний, ялдене бигей, хэгэндюринет, упматулторы. Маделья. Паха. Я бы хоть брут, лагалат, можно? Давай. А почему вы решили поступать именно на отделение сольного хорово-нородного пения? Чем оно нас так привлекло? Да, Оль, это, наверное, вопрос к тебе. Ну, у меня уже есть одно образование, и даже есть опыт работы за плечами несколько лет. Я путешествовала по разным странам, и так сложилось, что, будучи за границей, живя за границей, изучая чужие культуры, во мне пробудился интерес к родной культуре. И вот спустя шесть лет таких путешествий и странствий возникло сильное желание вернуться. В какой-то момент я просто поняла, что про чужие культуры я знаю больше, чем про свою родную. А также почувствовала важность изучения своих корней, своих традиций, потому что увидела воочию, в частности в Мексике, как люди живут, сохраняя эти традиции, и увидела некую полноту жизни в этом. Это сложно описать словами, этот опыт, он больше такой чувственный, понимание важности, связи такой глубинной с корнями, с жизнью. Вот я вернулась, чтобы в это погрузиться, и оказалась на фольклорном отделении. А как ты узнала об этом отделении? Ну, я просто знала про музучилища в нашем городе. Музыкальная школа у меня за плечами есть, по классу фортепиано. Ну, это было очень давно. Да, я студентка первого курса сейчас, но закончила школу музыкальную в 2002 году. И именно пение и фольклор в первую очередь. У меня есть товарищ, который учился тоже в этом отделении. Я через него узнала, что такое существует. А с пением связано тоже особое переживание где-то два года назад, которое я испытала именно услышав свой голос из себя, который я никогда раньше не слышала. Он был какой-то мне незнакомый, и сильные были именно даже физически странные ощущения. Мне захотелось опять же дальше в это уходить. А тебе интересно учиться? Очень интересно. Я посвящаю этому очень много времени и получаю большое удовольствие. И вот, если честно, сейчас, можно сказать, мое второе образование, больше понимания, зачем мне это надо, что я делаю. И, соответственно, с большим такой жаждой получения новых каких-то знаний, навыков. Понимания гораздо больше, чем вот когда я только школу закончила, поступила в ВУЗ, а бы куда, по принципу наименьшего зла, потом по сдаче экзаменов. Там, конечно, меня тоже вывело на определенную дорогу, но я тогда плохо понимала, что и зачем я делаю. Сейчас у меня больше этого осознания и интереса очень большой ко всему, что происходит в нашем музычестве. Да, ну очень хорошо. Леша, давай, я бы сам почувствовала, что я делаю. Да, обиду. Я зовут тоже Веренна Молдан. Точнее, хальде Веренедень или высшее образование? Я была, Асфорд Булин. Моженгильное спиренучилище перенадиленение. Малежа, клаванная зунда. Шут, сурка заклад. Я была былза вектора? Ади, хадагда, плакуза империкудра, хамишт. Ну, везем, хаман, ащрене, где кайна коларом сирдармашки. Перенхаленденда, Чаваш, халахин, елл и ергене, у прозав в раган, зенек, кодарца, в амаланде. Камбат негаймала житель зала Радыбхалю, Хайбунта, Мамбаданде, Людмила Евгеньевна Абдулкина, Шенгравлазаяча, Текала Леша, Шепла, Ададед, Передачи Тваппортед, Камбатам, Абутара, Приберси Римпеде, Банде, Незерте Атерба, Деп, Ебкунта, Фольклор, Байшля, Забурабте, Банде, Бермундадед, Мэндед, Фольклоруэрмя Бурденде, Атердеп, Равалмана, Людмила Валерьевна, Петухова, Бабала Штарча, Эбаха, Кильтем Жидко, Бабала Ш Typen, Имя Ц transmission, Жидкофона Фольклор, Барала Шаппортед, Валерера, Бабала Шайба, Бабала Шипfel officially Жидкоф. АIGN curved Jacobs, испORA, СID ОН «НОГЛАМА БИЛМАСД», Когда я жду к гурману, то я хочу пройти на десять часов, а потом начну волнути, а потом бить шланг, а потом я хочу сделать это июля, потом пополам на шангароваться с тем, мирой. Я хочу все со мной спать и что-то прошло. Я иду без шансов. Я захочу вас все так, так что я иду, но я иду для игрушки, я тоже еду, сейчас я иду. Здравствуйте! Что ты обладаешь? Время где-нибудь жить? Время где-нибудь жить. Я живу к девушке. И когда я жаловалась, мы были вовремя, мы были в Казахстане, мы были в Москве, мы с нами в Ван Язбеем. И когда я живу с мягкой, то я не мог. Я не могу. Что им было, ныне она завидует? Больше фольклоринга. Юра заметила, чем векнее. А где-то Юр Ламан? Юр Ламан. Уже рамка шкаргала на буле. Польместе. Хошпер предмет снижен, ах та пиде гивар в риме. Сальфеджи во тесле хрень. Чегезар гивар пульже хаварткана. Можен дизайн пирам вять. Можен дизайн пирам вять. Уйрим Рам. Моген был раздавать. Приговорю, что музыка снижена. Если музыка в школе не была, то еще не было. Но сейчас все было. Класса в программе начала не было. Программ на булечах. Училище inte в правильном масте. Впорта я была в фото, что музыка в школе не была, но она была еще на булече. Все. Приговорю, что в пираме только Зафельдзи reflect, что люди десяти лет улыбаются. и ты, наверное, нашли за сцену. Ты вот уже училась, да, в музыкальной школе, ты рассказала, а вот тебе все равно сложно ли тебе учиться или легко? Ну, какие-то моменты попроще, какие-то посложнее. Сольфеджо, наверное, да, попроще? Сольфеджо, да, вот теория музыки все равно посложнее, потому что уже и забылось многое, так скажем, и приходится заново все вспоминать. Но еще и тексты. И сейчас глубже, да, для меня, наверное, особую такую сложность составляет я не понимаю, о чем вы тут говорите на чувашском языке. На каком-то интуитивном уровне все равно как-то понимаешь, да, немножко? Ну, уже отдельные слова, да, я уже кое-что поняла из того, что Леша рассказывала, потому что мы очень много учим чувашских песен, и поем, я прошу Лешу, чаще всего постоянно переводить все досконально, чтобы мне важно понимать смысл, о чем мы поем. Сперва я понимаю смысл, потом я уже учу тексты. На самом деле, Оля в этом плане очень усидчива, она действительно старается выучить чувашский язык вот за эти четыре года. Поэтому это очень приятно, когда Оля подходит и спрашивает переведи этот текст прямо дословно, чтобы понять, как работает язык. В этом плане филологическая моя сущность очень сильно радуется. А ты закончил филологический факультет? Да, он уже заканчивает. А теперь мы будем работать. Ну, скоро мы будем работать в один день. У тебя будет хорошо, да? Время легко. Да. А как вы проводите свое свободное время? Ну, надеюсь, оно у вас есть, но вы и учите с нами, и работаете, но все равно, что-то же вы делаете еще, помимо чего? Поете, танцуете, рисуете. Да, и поем, и рисуем. И рисуем. На самом деле, достаточно много времени занимает эта учеба. Я даже, честно говоря, не думала, что настолько она увлечет. Но я думаю, это как раз-таки из-за того, что мне нравится и мне интересно. Поэтому я и в свободное время стараюсь. У меня дома есть инструмент фортепиано, например. Костюмы нам нужно готовить. Я так... Сложились обстоятельства, как раз в конце весны прошла кройки и шитья. Да. Сама себе русский костюм для новой программы. Да, у меня такая старая швейная машинка от прабабушки. Ваш новый дизайнер по-моему, стюмам будет шить. Да, с таким колесом, с педалью. Очень хорошо работает, поэтому получается больше таких творческих дет занятий. Но люблю прогулки, все равно путешествия. Моя страсть такая осталась. А в каких странах ты была? Расскажи, пожалуйста, потому что мне очень интересно. Очень интересно, да. Все началось с Польши. Это был обмен студентами, не студентами даже, это такая молодежная программа, молодежный лагерь. На Кипре я отучилась год, когда училась в другом вузе, пять лет, один год по обмену тоже училась на Кипре. Потом начала работать. Я работала гидом с русскими туристами в Турции, Греции, Таиланде, в Мексике. Из Мексики попутешествовала, в Перу, в Соединенные Штаты. И вот недавно я была в Исландии на музыкальном фестивале. Полмира везла. И вернулась в родину. На родину. Да, чувашию. А ты знаешь, по национальности чувашка или русская? Русская. Но я выросла здесь, мама у меня отсюда, папа у меня с Украины. Такое стечение, смешение обстоятельств, кровей и всего. Но чувашская культура мне очень интересна. Именно своей самобытностью. Она очень древняя. И вот я говорю, это скорее Мексика пробудила во мне этот большой интерес к языческим культурам, в том числе. И вот чем древнее, тем мне интереснее. Тут есть в чем покопаться. Алексей, а ты как проводишь в свободное время? Ну, Ван, мы где? Поживо год? Пурджухне? Мы лезли, где-то не хован журналистов, что тогда перебородаврин, и тогда «Щирма» «Совоземь», кстати. Да. Совоземь, червать. Ух ты. Вот. Калаза Бархамана, мы лезли, спешили говорить. Яншин де, ибер, шакпурнышра, хамара, кележигин, ябаланат, пробылзасын. Можен дизайн, ежеб чундан юрададаб, училищениха чундан юрададаб, университетня чундан юрададаб, «Совоземь жирмада чундан юрададаб». Польчите. Может, там что-то прочитаешь из своих стихотворений? Вземь, гадла, шалдан чундан, иб виде имени девчинь джинь джинь, в ке балаза Балаза Балмашка. Навирать мы. Тебр дюхне. Тебр дюхне. Каран, воркан, гадардаб. О чем вы мечтаете? Расскажите, пожалуйста. О чем вы мечтаете? И либо, тут такой вопрос у меня возник, больше, наверное, про учебу. Вот вам по 20 с лишним лет. Ну, знаете, ну, простите, извините, конечно, но все равно. И с вами вместе учатся, ну, 16-летние, 17-летние ребята. Как вы? Очень интересный первый курс. Да, я вот согласна. Просто возрастной. Как вы все, как вы ладите между собой? Вообще. Ну, вот я хочу сказать, к 29 годам, раскрою, я почувствовала, что начинают стираться границы, чем, видимо, старше становишься по возрасту. Я чувствую, что еще от более молодого поколения, младшего поколения, сперва могут быть какие-то непонятности, как со мной общаться, на ты или на вы, все-таки. Потому что, чем моложе, тем ярче эта разница чувствуется в возрасте. Чем старше, тем наоборот. Вот я могу... Даже старше некоторых, по педагогам тебя. Я тебя первый раз увидел, я думал, что это новый педагог. Да, с одной иногда здороваются, мы с училищем, и с педагогом, у студентов, здравствуйте, здравствуйте, подыгрывают. Наверное, приятно или... Это двоякая такая ситуация, кто-то, как все равно, молодо выглядит, кто-то, ну, все равно ясно, что не со школьной скамьи только что, да? Да. Но это не важно, не суть. Понимаю, что вообще не интересно и со взрослым поколением, и с очень молодым. И я не могу сказать, что я как-то себя вне коллектива чувствую, что вот я, и вот они, о каких-то там своих делах, все равно какое-то общение, такое взаимопонимание, оно присутствует, и легкость с моей стороны, и восприятие. Но я чувствую, что уже с одногруппников тоже они уже все расслабились. Попроще. Да, очень хорошо. Алеша, ты как справился с этим? Ну, я бенде, оля биге хасла марда, и вы каштах, каштах, кашенрех, шаум бада, асла рахибе галжаски за ним, оля ба галжа, кашенрехи зимбе был зонтопур, мантадах, ну, май, шаум бада, туймасты, мы же дезим, бире паралегеш, паралештерзадрачен, молдан, паралегеш, паралештереть, и бире, шаум на гураганде, парбаринбе, парбарингушиджи, немецкий гиде дуймаспар, все слих рейн, оля булдар, тегамурхи булдар, манапурбарих, бирпурде, парбарне, юрацахи, зеблезе, баринзе, мантадах, с чего начать новичку, если он захочет пойти, именно по вашим стопам, который захочет поступать на отделение сольного хорового народного пения, с чего начинать ему? Вот как вы начинали это? Готовились как-то к поступным экзаменам? Я думаю, очень хороший совет будет прийти в музычилище и познакомиться с отделением, с преподавателями, и там уже все помогут, направят, и объяснят, и, собственно, из чего начинать, как раз-таки лучше всего подскажешь. Это в моем случае было именно так. Я просто зашла, сказала, где здесь отделение фольклора преподавателей, кто вам нужен? Их же несколько, я даже понятия не имела, сколько их. Петухова, что ли, сам охранник спросила, я говорю, ну, наверное, я не знаю, кто. Я сказала, вам туда. Я говорю, ладно, хорошо, все, пошла знакомиться. Ты как считаешь? Я считаю, что прежде всего нужно учесть. Понять нужно. Зачем ты хочешь сюда прийти? Да, да, да. Что ты здесь можешь себе получить? Зачем тебе нужно учиться здесь? И если у тебя будет это осознание, то все остальное сложится само, наверное. Потому что, как говорят, Вселенная нас слышит, дает то, что нам нужно. И это правда так, реально работает. Практиковал, да? Практиковал? Торс, Лиза Бохна, ну май. Расскажите, пожалуйста, вы чувствуете вот всю внутренность нашего отделения, именно нашего отделения? И как оно вот на вас действует? нет. Настоящий, я говорю, что, уйрома, когда халы хюрисы не берут, когда уйрома не было, уйрома не было. Уйрома не было, но уйрома не было. Знаете, что даже умерить, можно только после переносить о том, что умереть. В калач-му, умереть, болит. Калач-лёнок, валит. А умереть, ты не скажешь, что умереть, ничего не касается интересных. Но для этого я внашу. Без psychosocial при этом не таки, когда умереть, вы можете получить свое вещество. Мы сейчас находимся с помощью армии, когда мы взяли и ждали, чтобы попали. В Кадардулллоса Аманполля за жутлама Пирен уйрабил, Радожанбек, по-настоящему Тавашчине. Мы включаем Веронг-Пуле, Вот Тавашчине, что нужно терять в Буранат. Пирен студент Зизем хулаги... Чувашлазаложещи, да. Мы говорим о том, что неважно, русский ты или чуваш. У нас на отделении мы все как семья. Да, семейственные такие отношения, они чувствуются очень теплые. Но в принципе в музычалище, это я сразу тоже почувствую, еще с 1 сентября у нас немного, и отношения каждого преподавателя к ученику. И у нас на отделении, видимо, потому что мы чрезвычайно много времени вместе проводим. Да, это, да. Постоянные репетиции, концерты, хор. И получается, что вот прям бок о бок, постоянно вместе, именно как коллектив. И все достаточно просто, и тепло. Да, вот давайте раскроем секрет нашим телезрителям и Никите, то, что завтра у нас выездной концерт. Да. И вот... Интересно. Да. Что за концерт у вас? В Бресинский район мы едем, в село Новое Чурашево. Новое Чурашево. Да. Чурашево, а почему ты сейчас? Да, а почему ты сейчас? Вот. И у меня есть такой фрагмент, я подготовила из репетиции. Давайте как раз его посмотрим. Как правило. Бортный материал. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Леша, Оля, расскажите, пожалуйста, будете ли вы работать по специальности, которую вы сейчас получите? Ну, я надеюсь, планирую в жизни применять все новые знания. Я пока не могу сформулировать и не представляю, в каком именно качестве. Во-первых, у нас и таких специализаций достаточно много, и такой размах творческий большой, можно в разных планах себя применить. Но хочется посвятить себя музыке, пению, искусству, сохранению традиций фольклорных, народного пения, в частности. В каком виде это будет выглядеть, пока, наверное, даже рано говорить. Помнишь, я у тебя спрашивала, почему ты пришла именно к нам, и как дальше ты будешь, ну, где ты будешь работать? И ты мне сказала то, что куда душа потянет. Да, я уже стала, да, так жить, что как-то ощущать просто момент, куда сердце зовет, я следую какой-то, стараюсь следовать этой дорожке своего сердца, так скажем. И вот она, думаю, что куда-то меня выведет. Мужчина, нужно ли я украла? То есть из консерватории их под Shine? В общем, не было ничего, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я знаю, что я не знаю, что я не знаю. И я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Оль, вот такой вопрос. Ты собираешься потом консерваторию заканчивать? Я уже думала, что возможно, пойду и дальше. Сам процесс и учеба мне тоже нравится. Я научилась совмещать работу и учебу. В принципе, можно продолжать. А с горда пока еще не определилась? Ну, мне симпатичен Нижний Новгород. Я училась, вот первое мое образование там училась. И недавно там снова была. И я подумала, ну, где-то там есть консерватория, кстати. Такая мысль. Можно и туда, да? Да, может быть. О чем вы мечтаете? Вот у каждого человека есть свои мечты. А у вас какие? Ну, наверное, хочется максимально самореализоваться, чувствовать. Оставить что-то после себя для людей? Ну, это такие очень глобальные мысли. Что оставить? Я думаю, что каждый из нас на самом деле уже прямо сейчас что-то оставляет. И это важно, да? Насколько бы оно маленьким не казалось, на самом деле вот все по капельке собирается. Поэтому главное вот быть честным с собой, чувствовать себя максимально, приносить радость в жизнь, да? И окружающим тоже через вот что-то уже нужно искать свое, через что. Да. Леша. Это ван халакшин узлы очень было скелет. Она ведь чала чаще. А вот, ма, такие интересные. Кайрам варам, манди буза щирашины, манди буза колорашины. Эберзамба партича, манди буза колорашины, ведь? Сэна, пойдем бех. Ну, мы левыш колорасхан, ван халакшин. Думаны же, мэн для колорасман. Ты тман, у бан, тирни, зиме щадящий, вот, ты даппулзан. Манди блин, тваппулзан, калады в туром дизайн. Систерен. Ну, ребят, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам на программу, на передачу. Спасибо, что не проигнорили нас. Очень приятно было с вами. Желаем вам творческих успехов, хорошо учиться. Здоровья. Счастья. Потому что зимушка уже, наконец-то. И с наступающим Новым годом. Спасибо, ребят, вам тоже. Всех благ. А наша программа заканчивается. С вами был Никита Родионов. И Инна Хлынова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова